здравствуйте меня зовут наталья это мой канал моя американская история ребят это незапланированное видео просто хотел сказать что за последние 24 часа меня просто завалили вопросами о том влияет ли участие в гринкард лотерей на получение турвизы особенно после вот этого этого года нововведения паспортных данных вообще не только на турвизу но и на любую не иммиграционную визу официальный ответ госдепа консулата консулов личный опыт массы моих знакомых нет не влияет госдеп консулы и доведение паспортных данных в заявках всегда знали участвовал ли человек подающий на турвизу или на любую не иммиграционную визу в лотереи или нет ведь очень мало и довольно таки маленький шанс что две тезки родились в один и тот же день в одном и том же городе так далее поэтому и без паспортных данных было легко проверить участвует ли человек или нет теперь участие в лотереи не является миграционным намерением а вот если вы уже заполнили диаз 260 туда это является и в турвизе и как в любой другой иммиграционной и не иммиграционной визе вам откажут если для вас официальный ответ госдепа сша не авторитет то есть огромная масса людей которые на протяжении 10 лет играют в гринку и при этом уже несколько раз получали турвизу более того многих спрашивают на самом собеседовании вы участвовали в лотереи гринкарт не знаю что мотивирует консулов это спросить может колеблется дать ли турвизу или нет зная про участие и считают окей соврет не дам ответит да может быть дам и да много случаев когда консул спрашивает на собеседовании вы играли ответ да играл и турвизу все равно одобряют вы знаете еще такое мне тоже присылают ссылки на каких-то людей которые довольно таки агрессивно агитирует не играть в лотерею у меня сразу возникает вопрос зачем так рьяно отговаривать у этих людей что есть какая-то личная заинтересованность чтобы люди не выигрывали лично мне все равно это ваша жизнь это ваше решение я сделаю видео инструкцию я поделила своим опытом выигрыша в гринкарт вам решать участвовать или нет я никого не призываю и не отговариваю у меня в этом нет никакой личной выгоды а вот когда я копнула про людей которые отказывают то выяснилось что они позиционируют себя как бумагальщики в легализации при этом никакого образования или лицензии да и вообще никакого отношения к эмиграционному праву вообще к эмиграции к эмиграционному праву к эмиграционному закону они не имеют то есть любой повар говорит о у меня есть фирма она помогает с эмиграцией легализации людей а это ко мне ну так вот таким людям которые на жизнь зарабатывают здесь сша рубя бабло со своих конечно выгодно чтобы их клиенты не выигрывали и приезжали сюда полноценными мигрантами а получали какую-то не иммиграционную визу и по приезду обращались за услугами к ним только ребята помните когда ваше дело легализации такими вот помощниками будет завалено она будет завалено так как у них нет ни образования вообще ничего не лицензии вот когда оно будет завалено то не иммиграционная служба не самый лучший адвокат вам тут не поможет вот если бы вам завалил дело лицензированный но не добросовестный адвокат иммиграционную службу могла бы понять и простить но это не ваша вина окей начинайте тогда процесс сначала а вот если это завалит вот такой вот помогать чик то иммиграционную службу вам скажут слушай ты знал кому шел ты знал что он не адвокат знал ну тогда сори и гудбай на этом все надеюсь я популярно объяснила влияет ли получения влияет ли участие игра в гринкарт лотерею участие в гринкарт лотерею на турвизу или нет а вот спасибо большое за внимание извините что у меня одышка я просто иду бегу вот у меня скоро работа так что все спасибо большое счастливо